Мы живем в очень интересные времена. Если несколько лет назад цена на электронику спокойно и планомерно росла с оглядкой на инфляцию, то сейчас мы наблюдаем буквально резкие скачки. Флагманские смартфоны сейчас стоят полторы тысячи долларов. Сгибаемые трубки. Два косаря. Но то, что продается за 750 баксов, многие люди считают средним классом. Хотя буквально лет пять назад за эти деньги можно было купить Uber Top. Да еще и на тортик с шампанским оставалось. Трубки же за 100 долларов, которыми китайцы так любят козырять в последнее время, зачастую едва ли выносимы. Потому вот так, чтобы прям настоятельно рекомендовать их к покупке, мы почти никогда не могли. Давайте посмотрим, что один из лидеров индустрии может нам предложить уже за 200 зеленых. Сегодня мы поговорим про Huawei P Smart 2021, который именно столько и стоит. С вами Дмитрий Луценко и проект Firm.com. Поехали! Начнем традиционно с корпуса. Благодаря тому, что Samsung решили отказаться от премиальных материалов даже в околотоповых устройствах, пластик уже окончательно перестал быть постыдным и вернулся на рынок мобилок с новыми силами. Как вы догадываетесь, клоню я к тому, что наш герой за исключением лицевой панели, естественно, весь выполнен из разного рода полимерных материалов. Имеет ли это значение, если большинство людей все равно запечатают аппарат в чехол? Ну, думаю, что нет. В комплекте, кстати, бампер отсутствует. Так вот, пластик. Сзади он глянцевый, маркий, но не сильно царапучий, что уже хорошо. Тыльная панель красиво переливается, и хоть такое решение является максимально популярным, хуже от этого P Smart 2021 не становится. Боковины здесь полуматовые, что позитивно влияет на цепкость корпуса в целом, да и грязь на них совсем незаметна. А вот что можно заметить, так это полный набор всего необходимого молодому организму. Type-C порт, миниджек, разъем, сканер, пальцы встроенные в кнопку питания и лоток на три карты сразу. Другие очевидные вещи вроде мультимедийного динамика тут тоже есть, не переживайте. Специально по просьбам радиослушателей размеры в миллиметрах 165,7х76,9х9,3, масса 206 грамм. Для сравнения аппарат едва ли выше и ощутимо шире OnePlus 8 Pro, так что любители здоровых бюджетных телефонов должны свежий P Smart одобрить. Помните, я сказал вам про сканер пальца? Так вот, работает он очень шустро, глюков вроде отказа распознавания только что забитого в память отпечатка не наблюдается. По лицу узнавать владельца аппарат умеет, но тут уже все упирается в невсесильную фронтальную камеру. В идеальных условиях все происходит почти быстро, в неидеальных по-всякому бывает. Двигаемся дальше. Дисплей диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+. Huawei решили не экономить на IPS-матрице, и потому она здесь лишена многих пороков, которыми болеют конкуренты. Например, равномерность подсветки почти идеальна. По нижней грани и над камерой есть едва ли заметное потемнение, но опыт и практика гласят, что это, можно сказать, не считается. Видали и хуже, как говорится. Углы обзора почти безупречны, искажение баланса белого минимальное, ну а от резкого падения яркости никуда не денешься, таковые особенности технологии. Придраться я могу здесь лишь к яркости, нижний порог которой высоковат для работы за этим смартфоном в темноте. Читаемость под прямыми солнечными лучами, если что, отличная. Движущей силой аппарата выступает чипсет Kirin 710A, оперативки 4 гигабайта, хранилище 128, и это единственная версия по памяти. Я бы не назвал смартфон молниеносным, но как для своей начинки работает он вполне отзывчиво и бодро. Типичная лично для меня задача вроде постоянного переключения между тремя приложениями, например, картами, браузером и мессенджером, ему даются не то чтобы легко, но аппарат справляется. Тяжелые приложения грузятся вовсе не быстро и мультитаскинг в таком случае может доставлять хлопот, но перед нами очень сильно не флагман, если вдруг кто забыл, потому требовать от него такие вещи не стоит. Для многих это очевидно, но на всякий случай я все же сообщу, требовательные игры здесь хорошо работают только на минимальной графике. С одной стороны Huawei можно упрекать за то, что они не первые годы выпускают смартфоны на по сути одном и том же железе, но с другой они хорошо научились работать со своими чипсетами, и это на самом-то деле ощутимо. Чувствуется оптимизация, в частности по автономности. Два дня при среднестатистических нагрузках смартфону даются как третий курсник у технического вуза математика за восьмой класс. Убить эту трубку за день можно, я даже не знаю чем, может быть какой-то кривой стриминг видео справится или навигатор, но это совсем не точно. Заряжается смартфон от комплектного 22,5 ваттного зарядника на 8% за 5 минут, на 23% за 15, на 45 за полчаса, на 85 за час и полностью батарея наполняется за 110 минут. Если рассматривать вопрос в вакууме, думая только о процентах заряда батареи, то все как-то ну не очень весело, согласитесь. Но с другой стороны, опираясь на автономность, можно сказать, что полчаса у розетки даст большинству людей целый день интернета, музыки и чего им там еще надо, а это уже хорошо. Важные новости по части коммуникаций. NFC нет, как и Wi-Fi 5. Точность работы GPS отличная, сотовое соединение тоже крепкое, как дедов самогон, хотя от Huawei я другого и не ожидал. Разговорный динамик, если что, вполне приличный, да и микрофон не подводит, так что в целом с голосовыми вызовами у P Smart 2021 проблем нет. Во всяком случае, мне так сказали на другом конце провода. Подумать только по смартфону можно кому-то без проблем позвонить. Двигаемся дальше, говорим о камерах. Если вкратце, я ожидал, что все будет выглядеть более грустно. Например, фотки не могут похвастать офигенным динамическим диапазоном из-за отсутствующего авто HDR. Переходим в ручной режим расширения DD и проблему снимают рукой. Шумодав не превращает фотографии в красками написанную картину, потому хоть она и не балует невероятной резкостью, но выглядит естественно и правдоподобно. Цветопередача неискаженная, экспозмер работает нормально. Выдержка при хотя бы неплохом освещении короткая. Снять немазанную фотку на этот смартфон не то, что реально, а еще и вовсе не сложно. Сверхширик отстает от основной камеры по таким параметрам, как динамический диапазон и резкость. Но требовать более мускулистую вспомогательную камеру в бюджетнике, я думаю, было бы лишним. Ночной режим здесь работает только с основной камерой. Фотки и S&P не могут тягаться с тем, что снимают по 40 Pro. Но с оглядкой на цену, я думаю, радовать должно не качество работы ночного режима, а его наличие и схожее с флагманами мира всего алгоритмы получения кадров. Видео пишется только в Full HD. Благодаря высокому исходному разрешению картинки с 48-мегапиксельного сенсора, оно заметно лучше по резкости, чем ожидаешь от 1080. Жаль, что программной стабилизации нет. Фронтальная камера в аппарате неплохая в целом и отличная по меркам класса. Ей местами не хватает детализации, но зато она радует динамическим диапазоном, который сохраняет детали в тенях, не пересвечивая лицо. А само лицо, к слову, имеет нормальный цвет, а не желтит, синит или зеленит. Нормальный! Нормальный! Софт большинства современных смартфонов, как вы наверняка могли заметить, мы в последнее время просто обходим стороной. А все потому, что ничего интересного там давным-давно уже нет, у всех все одинаково и так далее. В случае устройства Huawei, к счастью или к сожалению, есть ряд нюансов, на которые обратить внимание все же стоит. Например, я напомню, что это аппарат с сервисами Huawei вместо сервисов Google. Хорошо это или плохо, мы сейчас обсуждать не будем. Но я точно хотел бы отметить, что китайцы, в частности, совместно с некитайцами, очень сильно стараются для того, чтобы как можно меньше людей вообще могли ощутить какую-то разницу. Например, если с картографией раньше была беда, то теперь много где она работает. В том же приложении новой почты или VoguePride местоположение подтягивается на ура. Если раньше такси можно было вызвать разве что через браузер, то теперь Uber и Уклон запускаются как PWA-приложение через Quick App. Прогрессивненько, однако. Bolt, например, интегрирован полноценно. Короче говоря, Huawei стараются и даже по тем моментам, с которыми я столкнулся за относительно небольшой период общения со смартфоном, чувствуется прогресс. Уверен, изменений намного больше, просто на моем пути они не повстречались. Ну и так как я не нашел куда это воткнуть, скажу это здесь. Вибромотор в смартфоне не мерзопакостный, нормальный. Он довольно мощный, но это обычная привычная нам вибрашка. То есть никаких хептик-энженов и тому подобного. Итоги подведем. Если вы ожидаете, что я сейчас начну вам заливать, что P Smart 2021, он лучше всех этих ваших iPhone 12, Pro Max и так далее, я вас разочарую. Это вполне юзабельный смартфон, который за относительно небольшие по меркам Huawei деньги дает вам качественный IPS-дисплей, быстрый сканер пальца, юзабельные камеры и просто лютую автономность. Существуют ли конкуренты вот к Xiaomi, которые дают за эти же бабки просто намного больше железа? Конечно, но когда было иначе? Если вы хотите себе купить недорогой смартфон и чтобы не Redmi какое-то, то я считаю, что P Smart 2021 можете брать смело. На этом у меня все. С вами был Дима, ферумком. Лайки ставим, видео делимся. Это всегда для нас очень важно. В очередной раз передаем огромную благодарность всем, кто нас поддерживает, и в частности на Патреоне. Спасибо всем, кто смотрел. Пока!